всем доброго времени суток созрела тематика все-таки поднять вопрос себестоимости это видос будет интересен в принципе наверно 99 процентам кто смотрит канал кто только лишь планирует заниматься гравировкой бизнесом кто уже занимается бизнесом они до сих пор не понимают сколько они в реальности получают чистых денег либо чисто говорится маржи и вообще по сути получается цена за взимаемое за свои работы за гравировку идет неадекватная и необоснованная и зачастую вы ну бывайте ушли от дяди до работали там охранником за 15 тысяч рублей вот у вас был полный холодильник семья время пиво пили по вечерам пришли к тому что начали заниматься самостоятельным бизнесом у вас все то же самое также полный холодильник только нихуя нет свободного времени и нет дополнительных бабок да ребята я буду говорить матом потому что по-другому вы не понимаете это мои эмоции это моя мою кажется душевное состояние на данный момент потому что зачастую я рассказываю видеоролики свои для тех кто мало что-то понимает я рассказываю доступным языком вот поэтому будьте добры слушайте до конца либо не смотрите мои видеоролики вообще то что у меня большинство видеороликов идут маты ладно суть не в этом как образовывается вообще стоимость часа одного вашего то есть одной вашей работы то есть час работы да придем к этой точки зрения здесь я буду просто записывать и в калькулятором будем подсчитывать берем что вы купили станок райкус берем к примеру взяли вы у меня завод изготовитель дает на райкус и такую гарантию типа до полного отказа сто тысяч часов это вот такая вот фантастическая цифра я реалисты я знаю что полный отказ это значит когда просядут светодиоды это когда там не будет происходить начать накачкой 3 бита вот да то есть это бит именно смена санта витра за не пусть накачивать то есть по полной программе так вот здесь вот здесь надо понимать что это примерно делим на пополам 50 тысяч часов это но реально сколько он сможет отработать берем на те условия что в принципе вы немножко там хуйней занимайтесь покупайте не те стабилизаторы кто надо будет не то что надо будет по тематике вот вы еще немножко вы под угон доните неправильными параметрами поэтому и реальное число будет но приблизительно 30000 часов вот это то что он у вас может реально отработать что такое 30000 часов давайте посчитаем 30000 часов мы делим на 24 часа это сутки равно 1250 суток окей делим на 365 дней равно три с половиной года работы лазера вы просто себе представляете при всех хороших обстоятельствах если у вас все будет хорошо идеально что вы его не угон доните вот эти 30 тысяч часов это три с половиной года не прерываясь ваш лазер будет работать ходить хуячит а так надо бы сказать так вот если мы сделаем чуть-чуть по-другому чуть-чуть по-другому да смотрите какая штука интересная три с половиной года давайте сделаем рабочую смену 8 часов то есть мы умножаем это дело все на 3 равно 10 лет то есть по сути ваш станок но с учетом того что будет износ каната будет заменить вас отработать 10 лет будем реалистами сделаем все-таки на три года у нас есть количество часов 30000 и здесь мы высчитываем такую ситуацию пишем 30000 и нам станок обошелся но на данный момент у нас составляет 185000 рублей станка вот это равно то есть мы 185000 рублей делим на 30000 считаем этом вкратце прописываю 185000 разделить на 30000 равно 6 рублей час так ну в принципе да так оно есть 6 рублей час это получается час работы одного станка то есть час работы вашего снога то есть именно если ваш станок отработает 30000 часов при всех идеальных там условиях при всех идеальных обстоятельствах то у вас получится цифра всего лишь 6 рублей час но по сути это цифра фантастическая это 6 рублей 1 час работы то есть просто даже не работа просто стоимость самостоятельность это было бы идеально это было бы все очень круто в основном станки ломаются через два через три года ну от неправильной опять же пользование по пользования то есть что там ломается это блоки питания изнашиваются это изнашивается сам сканатор шнуры провода кнопки убиваются вот эти вот 6 рублей можно честно сразу умножить ну раз примерно в пять это конечно цифра не обоснованно сейчас приду пример почему то есть оставляем 6 рублей 1 час это стоимость у нас самого станка да окей теперь что у нас получается дальше у нас есть электроэнергия которую вы не считаете почему-то хрен узнать почему электричество я понимаю что кто-то живет в деревне кто-то в станице кто-то в городе у кого-то в квартире у кого-то газ у кого-то электричество и тарифы у всех абсолютно разные берем среднекоммерческое потребление оно равно десяти рублям час один час и того у нас уже стоимость опять же стоимость это мы берем что если вы просто включили станок он вас просто отработал один час и вы потратили уже 16 рублей это самый лучший самый идеальный вариант самые лучшие идеальные условия что здесь еще не включено здесь есть такая штука как офис либо какой-то там у вас там сарай либо у вас может быть гараж и большинство людей как считают здесь я вам не буду просчитывать вот именно вот эту часть это тоже я могу все рассчитать без проблем просчитывается включается стоимость там еще есть еще одна еще некоторые пункты есть так вот как у вас считают но выясном считаете да купил жора жетон купил жетон за 100 рублей день там на рынке и вы его реально отгравировали этот жетон жори либо вы тот же самый жора который отгравировал жетон и подал тот жетон за 350 рублей и вы такие считаете но 350 рублей отнять минус там 20 рублей это амортизация станка там за час ну пускай там участки возили с примеру да и у вас равно хиракс 300 330 рублей чистой моржи 330 рублей чистой моржи вы таки считать как же охуенно я зарабатываю за месяц выпадали таких но грубо говоря грубо говоря смотрите показываю в день продавали по три жетона три жетона в день и и того у вас выходила 900 90 рублей в день и того вы за месяц каждый день работая получили сколько получили 27000 29700 по моему 29700 давайте мозги уже не работа как положено умножить на 30 до 29700 это ведь у меня математика это в голове по-быстрому считает равно 29700 по идее это та сумма которую вы должны были получить но здесь начинает вас хлопучий такая ситуация где-то вы пообедали допустим минус там за все зависит от период у вас вышло 6000 рублей минус вы оттуда берете аренда каком там срачка помещения либо щеку этой херни это будет основном допустим там вас какая-нибудь коморочка 8000 рублей и минусуете отсюда дополнительные расходы по электричеству которые тоже вы не учитывали это набегает это среднем там тысячу рублей и минусуете отсюда какой-нибудь там расходник которого у вас там вышли один жетон испортили вы испортили пару жетонов к потренировались где-то вас не получился где-то вас там сбили где-то вы фокус проебали такое тоже бывает ну еще потратились 30 жетонов где-то жетонов ну 6 6 по 100 это еще 600 рублей и того считаем что у нас получается 6 плюс 8000 это уже будет нас 14000 15 15 600 29 700 минус 15 600 минус 15 600 равно 14100 рублей как я говорил вам ранее работая охранником вы получали те же деньги меньше суеты меньше ответственности 14 100 14 100 понятно что здесь я посчитал вам обед туда включил я не включил еще много-много-много нюансов дополнительных которые будут всегда всплывать которые вы не учитываете и здесь ну давайте придумаем еще один такой интересный пример который вы сейчас меня не поймете может быть работая дома в станице в деревне электричество у вас составляет 1 квт 1 час равняется 3 рубля 60 копеек у кого-то больше кого-то меньше я беру средний показатель дальше опять же работая в деревне в своем домике либо в своем сарае вы в принципе не платите ни за аренду ни за что то есть приблизительно ваша аренда вашего помещения составляет 1000 рублей в месяц то есть аренда это одна тысяча рублей в месяц то есть в день составляет 30 рублей так 1000 рублей один месяц соответственно равняется 30 рублей в день это будет день дальше в день вы можете поработать три часа значит отработав три часа у вас сравняется сколько приблизительно пускай будет 10 11 рублей вас равно не буду до копеек досчитываться что тоже дрочи называется с учетом там потерь расходников плюс там кто-то вам еще пришел там там дополнительный джора принес какой-то материал там под гравировку там вы отработали там пускай там день и три часа тех сам да отработали вот и вы заработали грубо говоря 500 рублей 500 рублей этот день и минусуем с этого из этих 500 рублей но примеру 500 рублей в день до минусуем потраченные ваши расходники 11 рублей 30 рублей но где-то еще там 100 рублей то есть примерно где-то 141 рубль минус и того у нас равно 359 рублей вы ковырялись носу занимались им огородом садом там семьей занимались получили 350 рублей в день та же самая банальная ситуация то есть 359 рублей в день делим теперь на ваши три часа либо 140 мы делим на наши три часа мы получаем 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 40 47 рублей то есть отработав день в деревне вы получаете всего лишь один час ваша работа станка равняется 47 рублям это я вам так приблизительно цифры называют при всех идеальных условиях то есть один час равен 47 рублям это призывает что вы работать в деревне при условии что вы работаете в офисе в торговом центре как все из вас мечтают туда попасть в торговый центр так вот я вам расскажу здесь у вас не получится работать три часа здесь вы должны сделать так чтобы вы хуячили минимум 10 часов в день объясню в чем прикол расчет каждого бизнеса могу сделать отдельно кому интересно это отдельно обращайтесь пишите на платной основе стоимость допустим будет 500 рублей я свой час хочу окупить полностью смотрите по поводу офиса аренда вашего помещения в торговом центре один квадратный метр составляет 2000 рублей один квадратный метр составляет 2000 рублей скажу честно из опыта вам надо будет минимум восемь квадратов то есть вам требуется восемь квадратных метров это равно 16 тысяч рублей это просто по аренда аренда дальше электричество тут как бы это такой параметр скачущей мы его берем из вот этой части 16 рублей это вместе со станком но тут еще одна из хитрость то есть один час станка равен 16 рублям в торговом центре электричество не будет стоить 10 рублей на буду стоить дороже там и 12 и 15 рублей скажут и вы будете одних платить пошел вас без вариантов они являются перед перекупщиками торговые центры там даже будет где-то в районе вас 20 рублей час вот считаем что мы дальше то есть нам надо теперь 16000 разбить на вот теперь среди какая здесь хитрая хитрая система вам надо 16000 разбить на то количество часов которые вы всего отрабатываете в своем торговом центре в день вы можете отработать но фактически физически сколько вас ног станок работы сколько вы сделаете изделий вы можете делать кольца заказчиком и в день может делать два кольца это будет всего лишь два часа максимум а то еще быстрее то есть 30 на 260 смотрите какая хитрая ситуация 16000 разделить на 60 сделанных колец равно аренда на каждое кольцо у вас будет ложиться 266 рублей то есть это просто аренда вашего ларька вашего помещения вашей херни независимо того сколько вы там просидели своей жопой важно того сколько вы сделали колец 266 рублей к вам пришло 30 человек так вот смотрите прикол теперь 16000 разделите на 30 533 рубля и 33 копейки это стоимость аренды возлагается на ваш станок на вашу работу на вас на ваш час работы и с тем условием что у вас еще есть вот такая штука плюс у вас еще есть еда вода в туалет сходить там что-то купить поесть домой все остальное вы должны в день на одном кольце зарабатывать минимум при том случае делать одно кольцо минимум полторы две тысячи рублей там так просто приблизительно короче тут точно могу рассчитывать отдельно каждому зависимый салу где он снимает где он как чем заниматься чем работает то есть чтобы вы понимали на данный момент когда вы делаете одно кольцо в торговом центре у вас будет минимально 600 рублей с учетом вот это еще херни а еще скажу даже больше вас будет стать абсорбер который стоит от 20 до 50 тысяч рублей его на ту же включить в час работы станка плюс он потребляет вас электричество дополнительно спущу и расход по электричеству поэтому здесь амортизация работы как вам будет выгоднее иногда бывает выгоднее херачить не кольца а херачить какие другие изделия и делать и допустим по 25 штук в день то есть 25 штук в день к примеру жетонов до тех же самых жетон и эти жетоны вы продаете ну давайте будем искать из стоимости жетона стоимость жетона равна давайте берем такой дешманский вариант 350 рублей считаем теперь внимательно теперь считаем внимательно один жетон стоит берем такой ну средний вариант 50 рублей дальше стоимость вашего станка стоит 20 рублей стоимость станка стоит 20 рублей добавляем сюда абсорбер который будет стоить ну считаем 20 даже там будет около 30 рублей часто и потому что абсорбера есть фильтра которого будете менять каждый месяц который стоит дохерать денег абсорбер 40 рублей час дальше что мы сюда включаем вы делаете в самых лучших вариантах 25 жетонов в день 25 считаем 25 мы умножаем на 24 25 мы умножаем на 24 дня почему на 24 дня потому что вы сука не роботы вы блять человеке вы человеке которые хотят жить хотят хотя бы поспать и отдохнуть я тоже так надо хочу по что я работаю 24 часа на 30 сока дней и я в конце месяца я ломаюсь я ломаюсь я все я не могу работать я просто начинаем болеть температура мне плохо меня выворачивается наизнанку просто организм изнашивается в хлам плюс вы мне звоните днем ночью пишите там всякие сообщения отправляете я ютубом еще занимаюсь плюс мне там еще и свои работы по гравировке пусть занимать станками то есть я себя затрачиваю настолько что я конце месяца просто блять как труп выползая с офиса и еду на два дня отдыхать 25 жетонов 24 мы нужны на 24 дня равно 576 жетонов это блять идеальные условия вы никогда жизни столько не подойдите я по своему опыту говорю это надо быть жетонным мастером просто телем напополам это реально будет цифра 288 жетонов запоминаем цифру 288 жетонов которые сможете физически продать в день вы же будете делать отдельно макеты людям их будет подтверждать все остальное то можете готовы макеты определенные использовать шаблоны можете тоже использовать так вот есть у вас аренда помещения это 16000 рублей считаем 16000 рублей делим на 288 равно 55 рублей это вас только лишь аренда вашего помещения возлагается на ваш один жетон то есть смотрите аренда 55 рублей и того у вас уже выходит 50 плюс 20 70 плюс 40 110 и того 165 рублей смотрите 165 рублей это я грубо посчитал надо считать точнее там даже еще будет больше цифр дополнительных у вас будет своя стойка свои диван какой-нибудь там стул кресло мебель всякая хуйня которые тоже будут возлагаться на эту и блядскую стоимость вот плюс вас будучи вентиляции все 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 остальное это все тоже то просчитывается я это все могу вычитать кому надо будет интересно минусуем отсюда 350 рублей и того у нас равняется стоимость одного то есть маржи с одного жетона в лучшем случае это 250 235 рублей 235 рублей умножаем эту цифру теперь на наше количество 288 за месяц что у нас там 235 умножить на 288 равняется 67 тысяч 680 рублей это то что вы можете ну якобы получать в месяц теперь из этой цифры мы что делаем высчитываем наших 6 процентов минус 6 процентов это налогообложение плюс блять тут вы никто не об этом не знаете все про это молчат брать и никто про это ни куку не имею 1 процент 5 берет с вас банк то есть вас банк траха это еще плюс на один процент того вас уже надо семь процентов я вам так скажу там есть еще такая хуйня как ндс ндс блять вас еще там задрюкает определенными налогами процентом перевод денег и все остальное можете свободно с этой суммы отнять ну в лучшем случае 10 процентов то есть минус 6700 ну 6800 рублей минус 6800 рублей равно уже 60000 рублей это цифра которая ну пока пока что более или менее приближается к реальности заработка в торговом центре с кольцами там все было печальнее вы видели то есть выгоднее делать оборот на большом количестве жетонов то есть либо большом количестве других изделий вот здесь надо еще исключить такую вещь как транспортные расходы они ну понятно вы не будете снимать помещение либо офис прямо под своим домом потому что вы живете как всегда в комфортном месте где-нибудь блять в жопе какой-нибудь негра поэтому соответственно отсюда отнять ну минимально это 3500 максимально это до 7000 рублей то есть 57 ну даже еще в минус 3500 всякая хуйня бы там с женой с детьми там едете на работу там кого-то в садик отвозить кого-то в школу отвозить если вы скажете я блять на своей машине ежу так блять вы сможете сразу отнять минус 15 тысяч рублей потому что кто считает что он ездит на машине экономит бабки я скажу ребят вы блять просто задрачиваете бензин масло колеса резина блять и все остальное вы можете сразу там минус 15 тысяч оттуда отнять с этой суммы денег вот 53 тысячи рублей то что вы уже к чему приходите это при том условии что вы являетесь и п ответственность если у вас начался коронавирус понос золотуха и вся остальная хуйня и вы не можете заболеть вы не можете заболеть тогда у вас сразу здесь для все будут минусоваться максимально в минус уходить я вот не могу заболеть мне вчера быть было плохо я вчера он снимал там один видос про 3d гравировку вот я не мог заболеть но я вчера заболел я пришел домой нажрался таблеток все прокачался и вышел опять на работу мне не заболеть вот и вот такая вот цифра здесь у вас возникает поэтому когда задумайтесь в бизнесе просчет расчет это он просто вот так вот минимально подрасчитал под разбил циферки так слегка чисто пробежался под этим цифром вот это видос такой коротенький кому интересно прочитать его бизнес его себестоимость его амортизацию час станка со всеми учетами с естественной херни я могу за вам задать вопросы параметры вместе все параметры скиньте я вам выдам выше цифру по станку сколько количества надо делать изделий в день я такой расчет делал бизнеса когда сам планировал работать именно в офисе то есть снимать офис именно в торговом центре вот и я знал что я должен был минимально в день делать грязными деньгами 8000 рублей минимально вот хоть выебись с доску но должен делать 8000 рублей вот и самое что смешное с этих 8000 рублей то есть эти 8000 рублей в день пришлось что я работаю 30 дней равнялась 240 тысяч рублей хотя чистыми выходила у меня там где-то бред ну 110 тысяч это чистая выходила маржи 110 тысяч рублей то есть 8000 рублей день делать реально но из практик скажу сразу следующее что бывают такие дни когда полторы-две тысячи ты заработаешь в лучшем случае значит ушел уже в минус вот поэтому парни кто или девушки кто связан с этим бизнесом кто думать что в офисе работать круче либо там дома и находиться где-то в своей деревне хуже я вам объясню умные люди которые ищут поставки именно оптовые по производству чего-то они ищут на окраине города они ищут где-то в станице в деревнях кто-то будет делать потому что это дешевая рабсила это минус аренда это минус 5 дорогое электричество минус всякая всякая херня поэтому здесь частенько выгодно делать заказы где-то за городом человека можно обучить научить понести какие-то там потери по заготовкам по изделиям вот но это будет дешевле нежели делать заказы центре города по штамм цены всегда фантастические я уже молчу про офисы в торговых центрах я это видел я знаю конкуренты сидят в офисе в торговом центре них к 30 квадратов помещения они за это платят 32 тысячи рублей у меня помещение 50 квадратов я за это плачу 15 тысяч рублей поэтому вот вам разница в помещениях вот ладно информацию более такую расширенную кому интересно пишите я сделаю расчет на платной основе сделаю табличку excel скую даже в на самом сами сможете сделать кому будет интересно рассчитаю бизнес онлайн режиме там либо видос сниму про чей-то плен там бизнес кому-то будет разберем этот проект бизнес проект у кого-то если есть какая-то бизнес-иде сколько надо примерно вкладывать сколько надо там вкидываться по деньгам сколько это все стоит вот насколько это выгодно невыгодно то есть какие-то там нюансы дополнительно сейчас не рассказал вообще все не рассказал я вам так поверхностно прошелся то есть еще куча нюансов которые вы здесь не учитываете а их очень много их ну чтобы понимали то что вообще цифры проводил и можете пилить еще их напополам это но такой грубый просчет я могу дать выдать что точно для чего нужно все точно расчетом должен покажу смотрите приходит вам человек говорит вот хочу сделать там что хочет сделать он хочет сделать колечко примеру хочу сделать кольцо вот и вы говорите да окей сколько это будет стоить вот мое колечко сделать например и вы говорите ну блять ваша колечко будет стоит сделать там ну к примеру вы пишете ему 400 рублей золотое колечко откуда взяли эту цену в эту взяли цену с того что какой-то ювелир напротив там либо ювелир где-то там дальше делает такое же колечко за 550 рублей но вы хотите чтобы к этому ювелиру не приходил ходил именно к вам так вот почему он делает за 550 рублей объясню здесь вся фишка в том что этот ювелир либо сам не делает это раз второй вариант он делает на самом оборудовании но у него это не основной доход это просто побочное явление да то есть и он в этом деле ас специалист вот какие еще есть варианты варианты есть в том что ювелир делать некачественно либо делать на конченном оборудовании такой тоже есть вариант и когда вы берете за вот эти колечки вы тратите на это колечко больше часа времени несете риски ответственность за это кольцо по что вы 7 5 не связывались кольца никогда раньше да то есть вот такими чудесными золотыми колечками вот и при этом вы попадаете потом какую-то анальную такую долговую яму где вас потом начинают насиловать и трахать вас так морально вас трахать я не говорю что там физически вас будут трахать у вас морально насиловать его мозги трахать за эти кольца за еще какую-нибудь херню испорченную вот и вы будете думать нахуй с ним связываться вы морально попадете в яму в долговую почему в долговую морально потому что испортив вам настроение человек либо испортив вам как-то определенным образом там моральное ваше состояние вы уже не сможете работать адекватно со своими остальными клиентами вы будете нервничать будете что-то бояться вы будете где-то чего-то отказываться вы будете нести потери и вы не будете получать нужный доход здесь я тоже поэтому могу вам рассказать более подробно в этом деле я уже являюсь таким маленьким маленьким специалистом которые уже знает, как общаться с клиентами, где надо отказаться, где надо согласиться, где надо просто забить на все это дело, потому что общаясь реально с вами, с подписчиками канала, я понимаю одну вещь, что кто-то из вас до сих пор зеленый. И часто у вас есть такая тема, она интересная. Без обид, может, кто-то себя в этой узнает фигне, конечно. Когда, когда, знаете, вот вы приходите домой, да, и начинаете сплетни, блядь, про соседей, там, пиздей, там, у кого-то что-то случилось, у кого-то что-то где-то кто-то заболел, обосрался, понос, золотуха, кто-то где-то, блядь, там, где-то женился, а ты знаешь же, блядь, Галя там, а вот Галя там обосралась, а все это увидели. Да, вообще, насрать, вы взялись, ребята, за бизнес, тут немножко другая тематика. Кому это интересно будет, я тоже смогу рассказать, как себя вести морально-психологически в отношении вот именно бизнеса, на что надо сделать упор, не надо, блядь, Галь, смотреть и слушать, блядь, не надо, ну, есть такая еще тоже тема интересная, когда вы на улице там шли, где-то с кем-то случайно столкнулись, либо кто-то там какую-то хуйню в вашу сторону сказал, либо там что-то вы там не поделились с кем-то, к примеру, да, там, ну, блядь, так получилось. Вы выводов не делаете, вы, блядь, говорите, сука, я, блядь, ему отомщу, блядь, я ему под дверь насру, блядь, в подъезде, там, я не знаю, что я ему это устрою, там, блядь, я ему ручку, там, блядь, говном, блядь, с глистами измажу. Вы просто начинаете нести какую-то дичь полную и вы уходите от того, от своей цели изначально, вы начинаете заниматься анонизмом, который вас, блядь, в принципе, и государство вас к этому, блядь, привлекает. Показываем рекламы конченые, новости, это ТРНТВ, блядь, кровавый канал, блядь, НТВ, блядь, кровавый канал, какие-то, блядь, новости. Посмотрите, блядь, новости, это самые, сука, кровавые новости, ничего там хорошего у них нету, а вы эту хуйню смотрите. И вы, соответственно, начинаете заниматься такой же хуйней. Кому интересно, как вести бизнес, я это знаю, могу вам рассказать из личного опыта. Я не буду из пальца это все выдувать. Я расскажу из личного опыта, на что надо сделать упор, как это вести. Одному человеку я это все рассказал. Человек морально сдался, он сдулся, он, блядь, физически это не потянул, но это заработало. Вы не поверите, человек, ну, приведу вам, опять же, банальный пример. Человек занимался продажей кормов для собак. Он продавал дорогие корма, дорогую и всякую хрень. По результатам я с ним пообщался где-то, наверное, на эту тематику ну, дня два, вот, немножко промыл мозг по-своему, человек через неделю стал зарабатывать в три раза больше. Он просто охерел. Он сказал, что я раньше, ну, боялась, блядь, продавать отходы с собаками, ну, эти самые, кишок, всякой херни. В итоге потом человек стал просто, блядь, перелопачивать все отходы, мусор, кожу, когти, там, всю херню. Стал правильно перерабатывать, стал их продавать очень дешево. И на этом заработал ахулиард денег. Вот, то есть, отходы, которые раньше он выкидывал, он стал их продавать в корм с собакам. Вот. И эта тема пошла очень хорошо. То есть, это благодаря, опять же, ну, какому-то моему определенному опыту, который я рассказал и поделился. Поэтому, кто созрел морально, можете, в принципе, обращаться, можно на тему побеседовать, можно это все дело обсуждать. Говорю сразу, это будет не бесплатно, потому что я физически, морально тоже устаю. Это, я, как говорится, отдаю свою энергию вам, делюсь этой информацией, трачу на это много-много времени. Я при этом не зарабатываю сам ни хуя. Вот. Я, естественно, буду делать это на платной основе, потому что каждый труд должен быть оплачен. Спасибо тем, кто понимает эту тематику, тем, кто считает, что это все хуйня. Но, ребят, путь вам, дорогу дальше. Ебитесь, как вы ебались со своим бизнесом, который вам до сих пор не приносит ни удовольствия, ни дохода. Я получаю и то, и другое от своего бизнеса. Я кайфую от своей работы. Я не планирую возвращаться обратно в электрику. Я не планирую возвращаться в строительство домов. Я не хочу возвращаться обратно к тематике директорства, когда я был директором магнита вонючего. Я, честно, вот эта тема это работать на дядю. Тебя гнобят за 35 тысяч рублей. Тебя дрочат за 35 тысяч рублей. Тебя каждую твую секунду тебя насилуют просто в этом магазине. И тебя просто имеют как презерватив. Не просто, знаете, вот как по назначению, а просто как анальный презерватив тебя используют. Это вот работа в магните. Кто знает, кто сталкивался, те поймут. Хотя, кто там кайфует, это дело. Ну, значит, и своеобразные люди, которым все это устраивает. Ладно, тему я слишком затянул. Спасибо большое всем за внимание. Всем хорошего дня настроения. Не забываем про донат для канала, потому что даже сейчас я вам уже раскрыл тему очень большую по поводу себестоимости станка, которую вы не знали, как посчитать, как рассчитать. Девушки, парни, особенно девушки, которые стесняются внести бабки. Я оставлю под этим видосом номер карточки, напишу там имя, отчество и букву первую фамилию, кто хочет внести донат. Что такое донат? Это добровольное пожертвование для канала. 100, 200, 300, 500 рублей. Хотите тысячу внесите. Можете 5 тысяч нести. Кто-то вносит мне 5 тысяч. Спасибо вам огромное. Я не буду называть фамилии, имен. Да, есть такие люди, которые вносят реально пятерку. Просто вносят пятерку и говорят, спасибо, ты нам помог, ты нам сэкономил время, ты нам помог сэкономить по расходникам, ты улучшил наш бизнес, ты нам помог просто даже показывать видосы. Ну, кто-то ценит это. Спасибо вам, конечно, огромное. Меня аж, блядь, аж вот прям изнутри, аж прям прет эмоции. То есть, да, это люди, которые меня понимают. Вот. Вот. Те, кто жопятся и говорят, да какого хуя буду платить ему? Ну, ребят, все до поры до времени. Возможно, вы когда-нибудь это все осознаете, но это будет уже поздно. Это будет уже не так интересно. Контент у меня доступный, понятный языком. Я тут не говорю сложными словами, говорю доступными словами, потому что мне самое интересное вам рассказывать именно просто и легко. Все, ребят, спасибо большое за внимание. Всем пока-пока.